Доброй ранец и Беларусь! В Минске сейчас 9 часов 45 минут, соответственно в Астане 12.45, 3 часа разница у нас между столицей Беларуси и Казахстана. И я начинаю небольшую экскурсию по Борис-арене и раздевалке нашей сборной. Кстати, вот я только что прошел корейскую. Корейцы здесь недавно были, но испугались и убежали, не захотели фотографироваться и снимать видео. Маленькая экскурсия, которая ведет вас в курс дела, где, собственно, будет размещаться наша команда во время чемпионата мира в Астане в течение следующей недели и половины этой недели. И где она будет, будем надеяться, решать свою задачу, которая безвариантна. Мы все верим, что в первом дивизии нам делать нечего. Наше место в топе. Стопим, помолясь. Вот она, вход в раздевалку нашей сборной. Спутать довольно сложно. Вы знаете, остальные, вот, например, соседние с нами, южно-корейская раздевалка, оформленная очень скромненько. Можно сказать, штатно. А здесь стараниями наших сервисменов, ну, просто гордость берет за страну прямо с ходу. Надеюсь, что это чувство останется с нами и через полторы недели. 5 мая, последний день чемпионата мира в дивизионе 1. Заходим в раздевалку. Как театр начинается с вешалки, так, раздевалка, понятно, со стойки клюшек. Вот оно, орудие труда наших героев, которые должны отвоевывать для нашей команды возвращение в элиту. В течение полутора недель в Нур-Султане, ну, в течение следующей недели. Заходим в раздевалку, видим его хозяина, Павла Владимировича Головацкого за работой. Почему-то я не удивлен, почему-то я не удивлен. Павел Владимирович, пару слов Родине. Пару слов Родине. Пару слов Родине. Пару слов Родине. Родина, привет, мы готовы. Готовы, ребята. По крайней мере, я уверен, что с точки зрения амулиции проблем не будет. Вы знаете, я вот здесь был восторник вечером и привозил часть формы вместе с водителем нашей федерации. И просто обалдел. Мы выгружали просто баулы, а не прошло еще даже полусуток, и уже все вот так вот красиво. Так что вообще я считаю, что работу администраторов Минского Динамо и сборной Дмитрия Пшенцова, Павла Головацкого можно использовать как пособие для администраторов любой команды, как быстро и качественно делать свою работу. Вот, видим флаг. Причем, между прочим, знаете, делать не без некоторых даже фишек. Ну, казалось бы, вот клетка, да, хоккеиста, обычная, стандартная, ну, имя, фамилия есть. Так вот, есть не только имя, фамилия, но даже фотография. Это тоже придумка Павла Владимировича, уважаемого, который продолжает заниматься подготовкой щитков вратаря. Я даже вижу, что это щитки Дмитрия Мельчакова, по-моему, да, Паш? Абсолютно верно. Да, абсолютно верно. Еще плазинские. И вот так вот каждая клетка оформлена в таком виде, с фотографией его хозяина. Александр Китаров, легенда номер 77, крупным планом. Пожалуйста. Вот идем. Джефф Латт с возвращением, Джефф, с возвращением в сборную братья Малявка. Естественно, они рядышком. Они рядышком с момента рождения, даже до момента рождения были вместе. Очень приятно, что в Беларуси есть такие династии. Тренерская. То же самое, оформленное в виде галереи. Вот они, красавцы-мужчины, которые должны руководить нашими ребятами. И, собственно, тренерская планшет, стоечка с формой. В общем, все простенько, но вместе тем функционально. На самом деле, современная арена. Современная, новая, вместительная, светлая. Вот комната администраторов. Те самые герои, которых я не устаю хвалить. Дмитрий Пшенцов, Павел Головацкий. И их... Тут происходит таинство подготовки амуниции нашей сборной. Будет происходить в течение следующих полутора недель. Возвращаемся в раздевалку. Водитель Федерации хоккея Михаил Карпека. То же самое припахали, да, Миш? Привет, Родина. Это он хотел сказать. Не будем отвлекать человека. Знаете, еще одна очень интересная фишка в этой раздевалке была. Вот видите, орнамент у нас на стене белорусский. Это не услуга казахов, которые так решили провести гостеприимство. Это мы тоже привезли с собой. Но я много раз видел эти орнаменты, да, но никогда не подходил близко. Оказывается, стоило. Сейчас вы увидите, в чем фишка этого орнамента. Надеюсь, всем видно. Поясню. Орнамент составлен из названий белорусских городов. С удовольствием нашел, например, вот прямо по центру кадра свой родной мозырь. Ну и так далее. От Минска до самых до окраин. Помните слоган этого сезона? И, надеюсь, всех будущих сезонов. Будем разом. Вот как нельзя лучше этот орнамент отражает единство нашей национальной сборной с нашей страной. Будем надеяться, что она ему позволит завоевать, достичь цели, завоевать путевку в высший свет, вернуться туда, где мы, по большому счету, надеемся, и должны быть. На часах 13.20 по времени Нур-Султана. Павел Владимирович все еще в трудах. Это означает, что примерно через час-полтора сюда придет команда, чтобы провести первую на казахстанском льду в рамках подступки к чемпионату мира тренировку. Надеюсь, что и эта раздевалка, и этот лед принесет нам удачу. Будьте с нами, следите за нашими соцсетями и, разумеется, за сайтом Хоккей Бай. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok